С августа сквозь огонь и дым австралийских пожаров печальными глазами обгорелой куалы смотрит на нас подлинная империя зла современности, терзающая человечество не одну тысячу лет. Эта империя лжи протянула свои щупальцы повсюду. В каждом учреждении, в каждой семье есть ее агенты влияния, агитаторы и шпионы. Иногда это целые династии и кланы, уникальные творческие коллективы профессиональных и потомственных подпевал. Веками этот монстр угнетает нас, лишая людей самоуважения и достоинства, терзая комплексами неполноценности, мучая завистью. Я говорю о так называемой нормальной стране. Ее могущество невероятно. В ней проживают цивилизованные культурные народы, колосятся инновации, произрастает прогресс, все это плоды на почве свободы, вспаханные трудом сменяемой некоррумпированной власти, ездящие на работу на велосипедах четырежды в неделю, а три дня там отдых. Благодаря всему этому нормальная страна неустанно творит чудеса, постоянно перескакивая по глобусу с места на место, а во времени из столетия в столетие. Она сеет исключительно добро, но моментально оказывается в другом месте и в другом времени, если происходит что-то, что не вписывается в ее представление о себе. В середине 20 века, обретаясь на территории Великобритании, нормальная страна героически боролась с агрессией Третьего рейха, спасала ленд-лизом Советский Союз и защищала права человека. А вот мюнхенский сговор, геноцид в Бенгалии и запрет на репатриацию евреев в Палестину, нет, это вовсе не она. И к тайным переговорам с Гитлером она тоже не имеет никакого отношения. Чуть ранее нормальная страна создала первые в Европе мануфактуры, однако не принимала никакого участия в огораживании, происходившем ровно в то же время в том же месте. Где-то еще нормальная страна дала миру чешское пиво и коньяк, счастливо избегнув гусицких войн и варфоломеевской ночи. Она же отважно билась на вестерплатте, не имея никакого отношения к аннексии Тишинской области. Уже в наше время нормальная страна подарила миру гений Илона Маска, который вот-вот воздвинет для землян колонии на Луне. Но она не будет нести никакой ответственности, окажись правдой подозрения и скептиков о том, что Маск всего лишь наглый жулик, помогающий надувать на бирже пузырь высоких технологий. Нормальная страна озабочена распространением демократии по всему миру, но обвинять ее в том кровавом бардаке, что творится сейчас на территории Ливии, Ирака, Сирии и Украины, в высшей степени несправедливо. Нормальная страна обладает качественной социальной и пенсионной системами, уникальной флорой и фауной, прекрасной экологией и всепроникающим вайфаем. А то, что эти флоры и фауны сейчас полыхают синим пламенем, это, извините, совершенно другое дело. И, конечно, в нормальной стране попросту невозможна никакая пятая колонна с сумасшедшими национал-предателями в строю, ведь тамошняя оппозиция имеет уникальное свойство сплачиваться с народом в судьбоносные моменты. Если вам кажется, что вы уже где-то слышали о подобных физических свойствах, то это вам не кажется. Все дело в том, что нормальная страна населена особой расой сверхлюдей, сыновьями маминой подруги и настоящими мужиками. Именно про них таксисты рассказывают посевшему телефону дочерям офицеров. Эти сыновья и мужики давно начальники отделов уже купили шубу и свозили в Париж, могут по пять раз за ночь, каждые выходные приезжают с цветами и все в дом. Это у них неизвестно как замаскировавшихся под людей по 22 сантиметра и 400 тысяч рублей, и нет ни одного друга с протокольной рожей, которого звали бы Серега. Словом, нормальная страна это такая же противоположность этой стране, как сын маминой подруги, противоположность обычного нормального мужика, то есть наша противоположность, коллеги. А если совсем уж серьезно, то нормальная страна в точности, как и настоящий мужик, это франкенштейновские идолы, собранные из кусков, которые раньше были настоящей Великобританией, Францией, Восточной Европой и Америкой. Их поставили на пьедесталы из тщательно отобранных наших грехов и недостатков нашей страны лишь для того, чтобы унижать, внушать чувство вины, требовать денег, расчесывать раны, совать в них пальцы и спрашивать, не болит ли. Это настоящие инструменты угнетения в рамках токсичных отношений. С их помощью паразитическая страна вечно врет, что ее психический террор направлен исключительно на наше просветление положительным примером. Но стоит нам только указать, что положительные примеры несовершенны, что на фото маминой подруги вовсе это не Аполлон и даже не Эйнштейн, что пожары в Австралии тушат уже полгода, а Польша не хуже Рейха дербанила Чехословакию. Как происходит странно. Нормальная страна, а вместе с ней и населяющие ее настоящие мужики катапультируются в другое время и место, оставляя нам характерную визитку. «Мне важно то, что делается в этой стране, а не где-то там», написано в ней. Что самое удивительное, нормальная страна и сыновья маминой подруги не платят своим агентам влияния за пиар. Это делаем мы сами, причитая о наших недостатках и ужасах Мордора. Они и не думают вынимать свои пальцы из наших ран, а хоботки из наших бюджетов. Ведь они воспринимают это как справедливую оплату трудов по нашему воспитанию. Нет большей ошибки, чем направлять свой гнев на воздвигнутые перед нами идолы и пытаться грозить им гиперзвуковыми ушанками с крылатыми высокоточными валенками. Если мы внимательно присмотримся к реальным странам и людям, то увидим, что при более высоком уровне жизни у них куда острее стоит проблема миграции, а при росте 185 и прошлогодней поездке в Париж отдышка и геморрой. И даже в Австралии лес горит в том числе, потому что у них тоже есть малахольные черти, которые борются и не дали сделать пожарозащитные просеки. Правда в том, что нет никакой нормальной страны, нет никакого сына маминой подруги или настоящего мужика, есть нормальные страны и обычные люди, про которых распускают светлые или черные сплетни. А еще есть наш кошелек и наш госбюджет и сложившиеся из-за них токсичные отношения. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт, там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч!